Тревожные выходные и сотни небезразличных людей. В Рязани закончились поиски Павла Ларина, 9-летнего мальчика из поселка Дягилева. Он вышел из дома 19 ноября, чтобы покормить собак, которые живут совсем рядом, буквально во дворе его дома. Идти куда-то еще мальчик не собирался, но домой так и не вернулся. Вечером того же дня его родители обратились в полицию. К масштабным поискам присоединились администрация, местные жители, волонтеры и члены поисково-спасательных отрядов из Рязани и Москвы. Более 300 человек занялись расклейкой объявлений и прочесыванием местности. Район Дягилева был закрыт очень плотно, то есть буквально каждую улицу по несколько раз. То есть уходила группа, им давалась маленькая улочка, но они ее должны были по несколько раз поперек пройти. То есть район Дягилева, район авиагородка, соответственно, и ближайший населенный пункт, соответственно, центр города Рязани тоже также был частично осмотрен, проверены парки, большие крупные торговые центры, места массового скопления людей. Поиски осложняло полное отсутствие информации и в связи с этим огромное число версий. В оперативный штаб поступало множество звонков. Люди говорили, что видели Павла, но ни один из фактов не подтвердился. К сожалению, добровольцы выдавали желаемое за действительное. Все волонтеры прекрасно понимали, что мы ищем не просто человека, а маленького беззащитного ребенка, с которым могло случиться все что угодно, любая беда, даже вот в условиях данной местности. Тем временем правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Однако в интересах следствия версии и ход процесса не разглашаются. Благодаря усиленным поискам спустя три дня, утром 21 ноября, тело мальчика было обнаружено. Водолазы подняли его со дна местного водоема. В настоящее время проводится осмотр местор происшествия с участием следователей криминалистов, судебно-медицинского эксперта Бюро СМЭ. Будет назначен медицин к судебной экспертизе за дополнение к крайне назначенным судебным экспертизам, по ценам которого будет принято дальнейшее решение. Как Павел оказался у пруда и был ли это несчастный случай, еще предстоит выяснить следствие. Стоит отметить, что в этом году в России уже пропало более пяти тысяч человек. Более пятисот из них погибли и еще около полутора тысяч найти так и не удалось. По статистике, каждый десятый пропавший ребенок исчезает бесследно, а каждый двадцатый погибает. Будьте внимательны к своим близким и предупреждайте родных, когда отправляетесь на прогулку. Эти простые действия могут помочь сохранить вам жизнь.